Здравствуйте, это канал Медиа Доктор, программа онлайн-триём. Сегодня в студии Константин Лакшин, доктор медицинских наук, заведующий урологическим отделением клинического госпиталя Лапина. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Екатерина. Мы сегодня хотим поговорить о лазерах в оперативной урологии. Скажу честно, я эту тему не выбирала и хотела бы узнать у Константина, почему мы, собственно, на них фокусируемся, в чем лазеры выигрывают по сравнению, может быть, с предыдущими методами оперативными в урологии. В. В общем-то, тему предложил я, извините. Нет, это замечательно. Идея моя заключалась в том, что мы много слышали про лазеры последние годы и в таком контексте, в котором сейчас, мне кажется, нужно уже развенчивать мифы. контекст был таков, что лазерами лечили все, что угодно и в урологии, и в гинекологии, и вообще в других специальностях медицинских. И вот, например, я больше всего слышал про лазеролечение простаты при простатитах, какие-то волшебные лазеры, которые засовывают в разные части тела. И эти лазеры оказывают какое-то действие, и у каждой клиники был свой какой-то особенный лазер. И, в общем-то, это привело к тому, что не столько для профессионалов, может быть, сколько для людей, которые, к счастью, вне медицинского мира, лазеры были дискредитированы. Возник хаос. Возникло, в общем, такое представление о том, что это скорее не инструмент такой уролога настоящий, а скорее это инструмент такого бизнеса в медицине. А вот последние, наверное, лет десять с лазерами произошла, на мой взгляд, революция, по крайней мере, с лазерами в урологии. И мы получили такие инструменты, о которых раньше даже и мечтать не приходилось. А если говорить в общем, то в чем технологически заключается инновация? Ну, технологически инновация заключается в том, что мы можем использовать лазерное волокно и как скальпель, и как бур для камней, и как, скажем так, инструмент для вылучивания аденомы или для вылучивания опухоли мочевого пузыря. И это получается универсальный инструмент, универсальный инструмент, которого у нас раньше, в общем-то, в арсенале не было. И я вам скажу, что самые частые пациенты, которых нам сейчас попадают, это пациенты с мочекаменной болезнью. И ведение и лечение этих пациентов за последние 5 даже лет очень здорово изменилось в сторону эндоскопических вмешательств. А это то, чего не было раньше. А это стало возможным во многом именно внедрению лазера. Я как-то думала, что мочекаменная болезнь лекарствами медикаментозно в основном залечивает. Ну, вот залечивать можно медикаментозно, избавлять от камней. Фактически существует 5 только процентов камней из всех по составу существующих камней можно растворить. Все остальные камни никуда не денутся, какие бы волшебные препараты мы не использовали. И для остальных камней, в общем-то, нужны урологи. Потому что вы знаете, что урология – это хирургическая специальность. А вот как урологи с этими камнями обращались – это целая история. Потому что если раньше это была открытая операция, либо камень выходил сам, и мы медикаментозно пытались этому помочь, либо делалась открытая операция. Потом появилась дистанционная ударно-волновая ледотрепсия, которая позволяла снаружи сфокусировать ударные волны таким образом, чтобы разрушать камень. И все больные пошли на эти замечательные аппараты. Это действительно была революция в свое время. Но сейчас во всем мире, во всем цивилизованном мире движение идет к тому, что вообще от дистанционной ледотрепсии практически отказались в каждодневной рутинной практике. Фактически осталось 5-10% пациентов, кому этот вид лечения для которых является оптимальным. А все остальное заняли эндоскопические методы. И во многом именно благодаря использованию лазеров как инструмента непосредственно разрушения камней. Так, ударно-волновая литотрепсия. Это что? Напомните, пожалуйста. Ударно-волновая литотрепсия – это метод лечения, при котором специальный аппарат с помощью специальной головки, который прикладывается к телу человека, способен фокусировать ударные волны в очень небольшой зоне. камня, условно говоря, в зоне 1-1,5 см. То есть, ударные волны, проходя через тело человека, ничего не повреждая на своем пути, достигают цели, в данном случае камня, и разрушают его. Либо не разрушают, потому что не всякие камни хорошо поддавались и поддаются дистанционной летотрепсии. И вот этот прицел, он очень был важен, потому что вы эти камни, например, в почке, эти ударные волны проходят через почку. И этот метод оказался не столь безобидным, как казался исходным. Потому что, да, современные аппараты очень хорошо могут фокусировать волну, но все равно эти волны волей-неволей проходят через почку, и фокус этих волн очень близок к сосудам почки. И самое распространенное осложнение – это гематома. То есть, синяк, большой синяк. А эта гематома может быть очень большой. Ну и излечиваемость плохая. И основная проблема в чем? Что, действительно, есть пациенты, есть камни, у которых использование дистанционной летотрепсии было очень хорошим методом. Человек пришел, ему подробили, камень разрушился в песочек, вышел самостоятельно. Но, во-первых, при этом методе мы по косвенным признакам можем судить о том, насколько разрушился камень, насколько крупные фрагменты. От этого напрямую зависит от того, как хорошо эти камни отойдут. При эндоскопических методах мы все камни разрушения производим под визуальным контролем. Мы этот камень видим. Мы видим, какие размеры частичек получаются. Мы крупные убираем. Мелкие можем песчинки оставить, чтобы они отходили сами. Это более контролируемая методика. Развитие оно сейчас свое получило. Именно потому, что появились новые эндоскопы, более изящные, менее травматичные. И появились вот эти лазерные волокна, в частности, которые, например, позволяют, если мы используем гибкий эндоскоп, снизу, зайдя в мочеиспускательный канал, добраться до самой почки и даже до любой чашечки в этой почке и разрушить камень непосредственно на месте. Это под общим наркозом проводится? Эти манипуляции проводятся либо под спинальным обезболиванием, спинальная эпидуральная анестезия, укол в спину, когда человек не чувствует ничего ниже определенного уровня. Иногда эти манипуляции производятся под наркозом. Но основное преимущество этих методик заключается в том, что человек проходит манипуляцию и в тот же день либо на следующий день уже уходит домой после операции. То, чего раньше не было. То есть, вы с помощью камерки эндоскопической вместе с лазером, присоединенной к нему, просматриваете все содержимое почки или мочевого пузыря или мочеточника и вычищаете, в принципе, все, что там может быть неприятно. Совершенно верно. Совершенно верно. И что очень важно, что, в принципе, у нас для этой методологии существует несколько инструментов для разрушения камней, для эндоскопии. У нас там есть ультразвуковая методика, есть пневматическая методика. Ну, как вот отбойный молоток, это та же самая физика. Но на сегодняшний день только лазеры позволяют разрушать камни любой плотности, любого состава. Они плотные считаются? Сложные? Они бывают разные плотности, они бывают очень прочные. Деструкции? Они бывают очень плотные и очень трудно разрушимые. А из чего они в таком случае и почему состав разнится и их твердость? Ну, самые частые, наиболее распространенные камни – это оксалат кальция. Ну, даже оксалат кальция, скажем, бывает моногидрат, а это считается самым плотным вариантом. Бывают другие соли кальциевые. И состав камня во многом зависит и от того, что человек ест, и от его некоторых генетических предрасположенностей, нарушений метаболизма, нарушений обмена веществ. И по составу существует более 18 типов камней. А механизмы развития вам понятны? То есть, вы их удаляете? Ну, это самый, наверное, важный вопрос. Потому что мы в данном случае выступаем в роли таких сантехников, чтобы трубы проходимы были. Но, конечно, мы, как врачи, должны выходить за рамки этой задачи. А задача предотвращения рецидивов – это самая сложная задача. И основным фактором, основным, ключевым, если не брать, даже если и брать генетические формы камнеобразования, как генетически обусловленные, основным фактором является объём потребляемой жидкости. То есть, даже мы ориентируем наших пациентов не столько на то, сколько они должны пить, сколько на то, сколько они должны выделять. Пациент, вот среднестатистический пациент с оксалатными камнями должен выделять не меньше 2 литров мочи в сутки. Для этого он должен пить порядка 2,5 литров, потреблять жидкости, не только в виде воды, супы, фрукты, овощей, но потреблять жидкости не менее 2,5 литров. Хорошо. Удаление камней в клиническом госпитале Лапина – это насколько дорогая процедура? До 50, больше 50? Это дорогая процедура. Я могу сказать, вот самое дешёвое удаление камня, стоимость операции – это камень, предположим, нижний третий мочеточника. А там по единице будет читаться? Единица камня удалённого? Нет. Зависит от того, собственно, какая операция делается, потому что операция может быть в виде каком, что мы зашли эндоскопом в мочеточник, захватили корзинкой или щипцами специальными камешек и вышли из мочеточника. Вот такая блицкрик, маленькая победоносная война. Такая операция длится 10-15 минут. Такая операция стоит Лапина, сама операция, 40 тысяч рублей. Это, с одной стороны, высокая цена, с другой стороны, в эту цену заложены стоимость этих супер эндоскопов, супер казинок, супер щипчиков и так далее. К сожалению, вот эта современная медицина, она дорогая, вы это наверняка знаете. Каждый расходный материал, каждая струночка, если мы хотим, чтобы в сложных операциях мы тоже были успешны, мы без этих инструментов не способны их выполнить. Поэтому, да, вот самая дешёвая операция – это 40 тысяч. Бывает ситуация, когда множественные камни или большие, крупные камни в почке. Такая операция может стоить 130-140 тысяч. Сама операция, плюс стоимость наркоза, стоимость пребывания. Ну, человек будет уверен, что у него всё убрали и, по крайней мере, какое-то время он может об этом не беспокоиться. Есть гарантии, да? Есть понятие stone free rate – это уровень, тот процент пациента, который уходит без камней. Вот stone free rate при эндоскопических манипуляциях на камнях, он высокий, он там порядка 90%, достаточно высокий. Такой уровень не достигался никогда при дистанционной литотрепсии. Это очень высокий процент. И самое главное, что… То есть, есть, конечно, гарантии в медицине, вы же знаете, как это… Медицина – не точная наука, да? Гарантии… Мы можем давать вероятности, вероятность очень высокая. И более того, очень высокая вероятность того, что пациент не будет после операции долго болеть. Да? Это тоже важно, что он довольно быстро восстанавливается после этих операций. У нас, ну, у нас достаточно дорогая больница. Ну, и люди, в общем, которые зарабатывают деньги, они, конечно, берегут своё время очень сильно. Для людей это важно. Ну, в этом отношении тут интересы пациентов и наши интересы совпадают. Хорошо. С мочекаменной болезнью мы вроде разобрались. Какие ещё задачи нам могут предложить вот эти урологические, замечательные лазеры? Ну, вот моя любимая тема в этом отношении – это тема аденомопрестательной железы. В принципе, в своё время мы были одними из первыми, кто в нашей стране начал эти операции развивать, а именно операции лазерной нуклеации аденомопрестательной железы. Что такое нуклеация? Ну, на человеческом языке – это вылучивание. То есть, то, что раньше, скажем, была открытая аденомоктомия, когда хирург пальцем вылучивал узлы аденомы, удалял… Пальцем? Да. Ну, пальцем. А без… Открытые операции пальцем всё это делалось, да. Но со скальпелем их же нужно… Ну, скальпелем добраться, чтобы до простаты, конечно, нужен скальпель. Но операция заключалась в том, что целиком эти узлы удалялись. Это была открытая операция с большими, как правило, кровопотерями. Сейчас, по тому же анатомическому принципу, но эндоскопически, делается операция с использованием лазера. То есть, лазер является тем ножиком изящным, да, там, его толщина 550 микрометров, тоненький очень. Мы используем его, надсекая ткани, а инструментом эндоскопом как бы вот вылучиваем, отделяем аденомы от её капсулы. И фактически одной долей или двумя или тремя большими участками мы можем вылучить эту аденому, потом её специально назовём это эндоскопической мясорубкой, да, такой эндомарцелятор называется, удалить эту ткань целиком. Получаем очень анатомичную операцию с минимальной кровопотери. Лазер при этом является не только скальпелем, но он ещё и обладает способностью к коагуляции. То есть, способен прижигать. Мы можем прижигать, опять-таки, под контролем зрения, на месте, прижигать сосудики, которые питают аденомы. А многие сейчас отказались от резекции простаты в пользу лазеров? Ну, в мире многие. А мы только начинаем. В мире очень многие, да. И, в общем-то, я имел возможность общаться с европейскими экспертами в этой области. Те эксперты, которые освоили вот эту гольмевую нуклеацию аденомы, они не возвращаются к трансуретральной резекции. Хотя трансуретральная резекция – это прекрасная операция. Это очень хорошая, она отработанная, но ей уже много лет. Её вообще начали делать в конце тридцатых годов двадцатого века, на минуточку. И ругали, и не очень её принимали. И только в конце двадцатого века, последние десятилетия, стало золотым стандартом в лечении аденомы, хирургическом лечении аденомы. А сейчас постепенно вот эти нуклеационные методики вытесняют трансуретральную резекцию. У трансуретральной резекции есть несколько минусов. Один из минусов заключается в том, что мы, чтобы добраться до капсулы, должны несколько раз срезать один и тот же сосуд и коагулировать его, то есть автоматически увеличивается кровопотеря. И, во-вторых, для трансуретральной резекции всегда существовал некий верхний лимит размера железы, аденомы. То есть, скажем, где-то до восьмидесяти кубических сантиметров, где-то до ста. Но была граница, после которой говорили, всё, делать трансуретральную резекцию опасно, надо делать открытую операцию. Для инуклеации такого предела нет. А побочные эффекты какие-то были у такой резекции? У любой операции есть список и вероятность осложнений. Список и вероятность осложнений очень похож со списком при трансуретральной резекции, но он короче. Он, во-первых, короче, во-вторых… Нет, ну резекции я имею в виду, старый. Наверное, много было осложнений. Но их не очень много. Это хорошая операция. Это хорошая операция, в принципе, давайте так скажем, 80-90% пациентов уходят довольными после этой операции. Но есть всё равно вероятность там. И стриктуру ретро – это сужение мочи испускаетного канала. И это в отдалённом. И риск повторных операций, рецидив, так называемый, ложный рецидив. Когда остаётся какая-то аденомондозная ткань, проходит год-два, и она начинает опять мешать пациенту. Вот в отношении вот этих рисков, скажем, повторной операции, энуклеация лучше, потому что процент этот ниже. И это хорошо изучено уже на сегодняшний день. – Перейдём к следующей области. Насколько я понимаю, Вы занимаетесь ещё мочевым пузырём, его опухолями. – Да. – Это что за опухоли? Они вообще откуда берутся? Как-то не на слуху. – Не на слуху. Хотя это довольно распространённые опухоли, фактически это болезни цивилизации. Потому что опухоль мочевого пузыря, она во многом зависима от тех канцерогенов, которые проходят через наш организм. И факторами риска является, собственно, контакт с этими канцерогенами. И один из таких наиболее распространённых контактов, как Вы думаете, какой? Вы наверняка таких людей каждый день видите, которые контактируют с этим канцерогеном. – Что-то без понятия. – Это курение. Курение – это не только рак лёгких, это ещё и рак мочевого пузыря. Совершенно доказанный факт. Давайте подробнее поговорим об опухлях мочевого пузыря после короткой рекламы. – Хорошо. В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежая котировка новостей. Всегда под рукой. Мы возвращаемся в программу онлайн-приём и обсуждаем опухоли мочевого пузыря. Константин, Вы рассказали о том, что они часто берутся последствием курения. Курение, да. Курение и вообще контакты с канцерогенами. Ведь моча – это та жидкость, которая выводит неполезные вещества из организма. Мы должны понимать, что у неё есть и такая функция. И еще со студенческой скамьи нас учили, что те, кто с красителями, например, контактируют, работают на фабриках с анелиновыми красителями, раньше эти красители использовались для покраски одежды. У тех очень высокая вероятность развития рака мочевого пузыря. В рамках этой идеи очень важно, чтобы люди понимали, что, например, если моча чуть дольше задерживается в мочевом пузыре, чем следует, это экспозиция канцерогенов и экспозиция мочевого пузыря канцерогена. Поэтому наша урологическая любимая рекомендация – это больше пить, чаще писать и улыбаться. Тоже очень важно. Поэтому, что касается опухоли мочевого пузыря и лазеров, это новое направление. Сейчас во всем мире эта методика потихонечку занимает свою нишу. Идея, в общем-то, очень похожа. Она родилась из идеи нуклеации аденомы. И речь идет о том, что точно так же золотым стандартом сейчас является трансфоритральная резекция. Мы срезаем опухоль, мы должны срезать ее в пределах здоровых тканей, то есть сделать резекцию стенки мочевого пузыря, удалить и опухоль, и часть здоровой ткани. Так вот, это более точно можно сделать, не срезая последовательно опухоль, войдя сразу в нужный слой и постепенно вылучивая эту опухоль лазерным волокном. И пока что те исследования, которые уже проведены по эффективности этой методики, как минимум говорят о том, что с точки зрения точности патоморфологического диагноза эта методика имеет преимущество. Она интересная, она нишевая, потому что не всякую опухоль мочевого пузыря можно таким образом убрать, это нужно понимать. Но если это возможно, в общем-то лучше, наверное, стремиться сегодня к этой методике. Хорошо. Я бы хотела вернуться немножко в начало. Вы сказали о том, что какие-то врачи где-то якобы лечат простатит лазерами. Как в реальности происходит? Простатит у нас не лечится таким путем? Ну, я вам так скажу, что вот у нас сейчас есть международные клинические рекомендации. Вот в этих, они строятся исключительно на тех исследованиях, которые проведены по правилам доказательной медицины. То есть, проведенные исследования, появляется эта методика в клинических рекомендациях. Непроведенные исследования не появляются. Так вот, по лечениям простатит лазеротерапия нигде не указывается. Другими словами, может быть какая-нибудь из методик и имеет какую-то эффективность, но и никто толком не исследовал. Так, чтобы она могла себя показать, что да, вот она какая эффективность, вот какая безопасность. С точки зрения физики нужно понимать, что лазерное излучение – это оптическое излучение. И оно имеет некую глубину проникновения. И если, скажем, используются датчики, а обычно используются либо трансуретральные датчики, что вообще такое инвазия в мочеиспускательный канал, когда вводится что-то, да, это орган вообще очень нежный, мочеиспускательный канал, он легко очень повреждается. Либо трансректальный через прямую кишку, свет от лазера может проникать, ну на миллиметр, на два, да, зависит от длины волны лазера, не более. И просто физически принцип действия не очень понятен такому личному. Ну и в принципе простатит – это воспаление предстательной железы, а как лазер может повлиять на воспалительный процесс? Ну, если улучшить кровообращение, можно улучшить доставку лекарственных. Как вспомогательная терапия. Безусловно. Но если коротко, то на сегодняшний день доказательных исследований, показывающих, что да, лазеры хороши при простатитах, нет. Поэтому это то, наверное, к чему нужно очень с большой осторожностью относиться. Друзья, возьмите на заметку, пожалуйста. Хорошо. Мне бы хотелось спросить, почему так в итоге получилось, что урология стала фактически поставщиком инноваций разных. Тот же робот да Винчи придумали первоначально для урологических манипуляций, хирургических операций и т.д. и т.д. и т.д. Ну, меня подмывает сказать, что урологи – это такие передовые просто люди. Скажите, пожалуйста, почему нет. Но, видимо, исторически сложилось так, что уролог волей-неволей должен владеть различными методиками. Уролог должен уметь пользоваться ультразвуком. Не просто делать ультразвуковое исследование, но и с использованием ультразвука прицельно достигать камней тех же самых, пунктировать лоханки и т.д. Ультразвук раз – мы должны уметь пользоваться рентгеном. Мы используем СДУГУ, как травматологи используют в своих операциях. Точно так же и мы используем рентгеноскопию. Это рутинно для нас. Должны пользоваться этим тоже уметь. И, видимо, это пришлось нам развиться достаточно для того, чтобы и в других технологиях в общем в чем-то задавать тон. Потому что вы абсолютно правы, что касается робота да Винчи, урология является самым большим полем для использования этой технологии, для использования этого инструмента. Еще надо поискать в других хирургических областях, кто бы столько пользовался да Винчи, сколько пользуются урологи. А почему все-таки возникла потребность? Там настолько важные области, такие чувствительные, что ошибка хирурга может стоить пациенту мужского здоровья или жизни. Наверное, мы можем оттолкнуться от тех операций, которые мы делаем на да Винчи. На да Винчи делается простатэктомия, на первую очередь резекция почки, и простатэктомия, чтобы понимать, что такое радикальная простатэктомия, нужно понимать анатомию, где находится предстоятельная железа. Предстоятельная железа находится глубоко в малом тазу. Что это значит? что там очень мало места, там очень мало места и очень много сосудов, нервов, очень такая неудобная область для хирургии. И поэтому да Винчи в первую очередь нашёл своё применение для этой операции. Гинекологи тоже малый этаж, казалось бы, но в гинекологии оказалось, что такой прецизионности не требуется для большинства, по крайней мере, гинекологических операций. И, скажем, ту же самую гистероктомию можно и прекрасно без да Винчи сделать. А простата, её не только нужно удалить, но нужно ещё после этого, помимо вот этого аблационного, так называемого, этапа, когда мы удаляем, уносим какую-то часть органа или орган убираем, ещё и есть реконструктивное. Мы должны очень точно соединить мочевой пузырь с мочеиспускательным каналом. Вот для этого и нужен да Винчи, потому что для того, чтобы удалить, можно обойтись без да Винчи. Но для того, чтобы очень аккуратно сделать анастомоз и чтобы был хороший функциональный результат уже, для этого нужен вот такой инструмент. Спасибо, очень интересный ответ. Вы упомянули о том, что урологи должны знать всё, всеми владеть инструментами по возможности. Мне захотелось спросить, как у вас в Лапино проходит диагностика, в принципе. Например, приходит здоровый мужчина, просит вас разобраться, как у него здоровье, профилактический такой осмотр. У нас в Лапино есть программа чекап, то есть такие медосмотров, которые зависят от возраста пациента, от пола есть некий комплекс. Если приходит ко мне, как к урологу и задаёт вопрос, то я хочу провериться. Я стараюсь не заниматься вот ковровым бомбометанием, да, это, ну и ковровое бомбометание, это когда делать все исследования, что ты знаешь подряд, да, это то, на чём живут некоторые коммерческие клиники, что мы побольше делаем исследования, побольше заработаем. Во всём мире так не строится работа, мы должны оценить риски конкретного пациента, индивидуально для него провести минимально необходимый объём обследования, минимально необходимый скрининг, в зависимости от возраста, от его рисков, онкологических рисков, рисков заболеваний, передавшихся половым путём, имевших место в анамнезе какие-то истории, травмы и так далее. И в зависимости от этого мы можем индивидуально выбрать тот набор исследований, который с наибольшей вероятностью нам исключит или подтвердит, если не повезло, те или иные заболевания. Ну а в целом всё-таки перечень каких манипуляций нас удостоверит в том, что пациент здоров в урологическом плане? Минимальный объём обследования включает в себя осмотр урологов, не надо про это забывать, это большая часть, разговор, анамнез, потому что это очень важно, половина всех диагнозов ставится на основании разговора. Знаете, мы имеем счастье общаться с пациентом от 45 минут до часу. Это то время, которое, на мой взгляд, минимально необходимо, чтобы разобраться в пациенте. И в это время входит, если мне нужно сделать ультразвуковое исследование, я делаю, у нас в кабинете стоит аппарат для ультразвукового исследования, у нас через коридор, через на другую дверь напротив, в том же самом коридоре, находится компьютерный томограф, если мне нужно, например, выяснить, камни есть или нет, и где они. То есть, в этот час мы укладываемся. Помимо осмотра, анамнеза, это, конечно, общий анализ мочи, ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, если нужно, простаты органов мошонки. Но это всё то, что можно, в общем-то, сделать, как вы понимаете, в течение вот такого достаточно короткого времени. Ясно. Я слышала, что вы детской урологии тоже занимаетесь. В Лапино мы занимаемся детской урологией, безусловно, у нас идут операции на детишках урологические тоже, хотя вот лично я никогда не занимался непосредственно детской оперативной урологией. Но у нас есть доктора, которые являются. А в каких случаях вообще детишкам требуется вмешательство? Ну, есть так называемая малая урология, да, вот самая частая история с малышами, это когда есть сужение крайней плоти, фемоз, который выраженный, если оно может нарушать даже мочеиспускание, а иногда может являться причиной воспаления крайней плоти и головки баллонопаститов. Самая частая операция в Тарбизане крайней плоти, но, к сожалению, детишки болеют и мочекаменной болезнью. Как правило, это как раз генетические факторы. У детишек бывают врождённые аномалии мочевых путей, сужение или расширение, наоборот, там не должно быть расширено. Это всё то, чем занимается детская урология. В случае сужения, расширения как раз лазеры могут прийти в помощь? Могут. В случае сужения могут есть действительно вариант, там, скажем, лазерных рассечений, стриктур сужения. Действительно так. Хорошо. Я хотела напоследок спросить про гиперплазию предстательной железы. Это ваша история, не ваша, отталкиваясь от нашего заголовка, названия беседы. Мы говорили уже немножко о ней, когда говорили о инуклеации лазером. Аденома и гиперплазия – это одно и то же. Поэтому, конечно, это наша история. Если взять всех пациентов, которые у нас бывают, это прежде всего, конечно, мочекаменная болезнь. На втором месте это опухоли, кочек, мочевого пузыря, предстательной железы. И на третьем месте это пациенты с аденомой, с гиперплазией простаты. Вот если брать оперативную активность, они у нас самые частые пациенты. Но вы по-человечески готовы посоветовать перечисленные процедуры пациентам? Ну, конечно. Конечно. Только тогда, когда это показано. После осмотра. Конечно. Мы не всех не хватаем на операцию. Мы добрые доктора. И уролог хорошо, и в консервативной терапии должен разбираться тоже. И большинство пациентов, там с аденомой, например, большинство пациентов у нас лечатся консервативно. Хорошо. Я благодарю вас за беседу. У нас в гостях был Константин Лакшин, доктор медицинских наук, заведующий урологическим отделением клинического госпиталя Лапина. Мы общались в программе «Онлайн-прием». Я Екатерина Грюкова. Будьте здоровы и до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.